Сделано в Абакане С прицелом на промышленное производство Авиационный центр Абакана проводит разработку и тестирование беспилотных летательных аппаратов для наших бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции Первые образцы уже прошли проверку полевыми и экстремальными условиями Более подробно о том, как организовано такое производство, расскажем в новом выпуске Продолжение следует... Евгений, немного предыстории о вашем направлении Это авиационный, авиамодельный, можно сказать, кружок сообщества, которое существует много лет На базе него, я так понимаю, организовали такое производство Объединение у нас возникло после начала СВО Евгений Николаевич Кочетков В 1996 году окончил Хакасский государственный университет имени Николая Федоровича Катанова Специальный психолог-педагог Работал в сфере строительства Сначала специальной военной операции начал заниматься производством дронов Когда началось СВО, и встал вопрос, что вот есть большая необходимость в квадрокоптерах, в беспилотниках И я занялся вот этой темой и развил ее здесь У нас в Хакасии оказалось достаточно много специалистов, которые разбираются в этом Которые занимаются авиамоделизмом еще с советских времен Получали грамоты в Советском Союзе за участие И вот они откликнулись, объединились с это И начали производить, собирать квадрокоптеры В 2022 году с чем вы столкнулись? Где брать компоненты, сами там дроны и все остальное? Вот откуда все вы начали это заказывать, брать? Это иностранные комплектующие Отечественных комплектующих для беспилотников очень мало В прошлом году их вообще не было В этом году уже начали появляться Но серийное производство именно в промышленных масштабах никто не делает Только начинает выпускать и идут к этому, тестируют Ну и все-таки, я думаю, в скором будущем и не появятся двигателя Но электроники там, навряд ли Двигателя будут, аккумуляторы, ну естественно рамы, пропеллеры Все это будет, да, отечественное, но в ближайшее время С вашей стороны, вот вы это заказали, укомплектовали, что вы делаете? Программное обеспечение пишите? Какие-то дополнительные механизмы сюда внедрять? Мы вносим изменения в управление То есть меняем частоты Вот пока максимум, что мы делаем Это изменяем частоты для управления, для видео То есть на фронте это имеет большое значение То есть многие стандартные частоты глушатся И нужно уходить на нестандартные частоты, чтобы они могли там работать Как опять же рассказывали военкоры Ну и те, кто побывал в зоне специальной военной операции Что нельзя, например, пользоваться обычным сотовым телефоном Что сразу идет там прямое наведение Собственно враг видит этот радиомобильный сигнал То есть здесь уже какая-то другая, скажем так, установка Которая не определяется врагом И дрон может перемещаться Здесь используется другое приспособление Ретранслятор То есть противник тоже видит Только беспилотник взлетел Его видят на радарах, что вот он взлетел И отслеживают место, с которого он взлетел И местоположение оператора Чтобы и сразу уничтожают То есть много погибло уже наших операторов И для этого используется ретранслятор То есть он отводится в сторону И уже противник видит именно место расположения ретранслятора А пилота не видит Ретранслятор, который полностью сделан здесь Каким образом он исполнен, из каких компонентов? Ставится подальше от пилота Чтобы когда, если прилет назад будет Его вычисляют по аппаратуре Сергей Николаевич Отягшев Окончил Хакасский политехнический колледж Специальность технолог лесозаготовки Долгое время занимался предпринимательством Авиамоделизмом увлекается с 1984 года Является кандидатом мастера спорта По автомодельному спорту Вот, то есть мы его удаляем метров на 100 Можем на 150 Он стоит отдельно И повыше поднимаем Он усиливает дальность полета того же дрона Можно и на 15-17 километров улетает Вот, значит, данный ретранслятор Сейчас будем еще тестировать У нас мы делаем сейчас самолет-разведчик Дальность заявили 35 километров Это проверенное Но благодаря вот этому устройству Сейчас вот через недельку будем тестировать Дальность увеличили до 50 километров То есть самолет, который на данный момент будет разведчик Он уже завершаемый, все уже осталось Буквально 2-3 недельки он полетит Ждем электронику, которая придет Вот, и возможно будет дальность у нас даже 50 километров С этим самолетом, ну, очень много открывается возможностей на линии боевого соприкосновения И учитывая, что высота полета у него до 4000 километров Мы поговорили с РЭП-защитой Те, кто работает по РЭП, ловят дроны, самолеты Они сказали, если вы летите выше 2 километров, вы недосягаемые И вот наша задача была поставлена Изобрели, сделали самолет Который летит на высоте 2,5-3 тысячи метров При хорошей видимости и 4 можем поднять Вот, и, ну, пока на 35 километров он улетает в одну сторону туда И возвращается назад Представлено несколько образцов Которые, так понимаю, в скором времени отправятся Может там в зону спецоперации Либо будут предоставлены на контракт Минобороны Об этом мы тоже поговорим Вот, Евгений, расскажите, что вами здесь сделано Например, вот мы видим, что это уже с грузом Да, ну, здесь вот две модели То есть это все FPV То есть от первого лица То есть на нем камера И пилот управляет им в очках И пилот управляет его, как будто он находится здесь На беспилотнике Две модели, это FPV-7 и FPV-10 Отличаются они по размеру винтов То есть это 10 дюймов и 7 дюймов И, естественно, в зависимости от этого размера пропеллеров Увеличивается размер рамы Мощность двигателей и мощность аккумуляторов Вот их все различие, то есть это помощнее модель А это немножко послабше И вот этот вот, он способен нести, ну, полтора-два килограмма А десятка уже несет 3 килограмма И десятка несет на расстоянии 10 километров А этот работает немножко поменьше на дистанцию 7 километров Вот на нем находится сброс Это механизм сброса То есть который способен сбрасывать снаряд То есть и он уже будет работать как бомбардировщик То есть он улетел на расстояние 7 или 10 километров Сбросил заряды и вернулся назад Если, например, он без сброса работает То просто снаряд крепится снизу И он работает как камикадзе Он уже без возврата Улетел, взорвался Много ли с того, что вы делаете Вот сейчас находится в постоянном пользовании На вооружении у ребят? Потому что что-то отправилось в зону спецоперации Служит ли им это еще? Первая партия у нас была 7-дюймовая То есть мы их уже отправили Отвезли на линию соприкосновения И они уже работают Уже получили отзыв Ребята там сделали некоторые замечания Которые нужно исправить Но это именно по чистоте Все остальное их устраивает То есть винтомоторная группа То есть, так скажем, железо В хорошем состоянии удовлетворительное При этом это требует тоже определенного обучения Знаний практических, теоретических Здесь обучаете ребят, может, кто приходит вам Со спецоперацией Да, то есть FPV-дрон Это требует обучения, навыка Просто неподготовленный человек На нем не сможет лететь Он сразу его разобьет Он отличается и от Mavic Он легок в управлении А здесь нужен обязательно навык И мы обучаем То есть ребята, которые приходят в отпуск Или которые собираются Только заключают контракт Приходят, обращаются к нам И мы их обучаем То есть сначала обучение происходит На симуляторе, на компьютере Когда получили уже навык Тогда уже мы выходим на полигон Как вы сказали на рабочей встрече Большинство это все вот азиатского типа Компоненты Рама Там моторы, пропеллеры Есть только вот эти вот сбрасывающие механизмы Это, да, мы сами Сами изготавливаем на 3D принтере Они присоединяются к каждому Вот такого типа механизма Сбрасывающие Или они тоже разного типа идут Нет, они могут к любому квадрокоптеру цепляться То есть вот здесь вот есть площадка Которая прикручивается к раме И она переставляется на любой квадрокоптер Она может быть присоединена Также ее можно снять И это будет уже камикадзе Ваш коллектив Это несколько конструкторов, разработчиков С которыми вы уже, ну, на протяжении нескольких лет Работаете вместе еще до спецоперации Или после ночи Нет, нет, они между собой знакомы Уже, да, давно, несколько лет Это любители авиамоделисты Которые, это у них хобби Они уже больше 10 лет Некоторые уже больше 20 лет Занимаются этим, это их увлечение, хобби Вот, а я познакомился с ними, ну, чуть больше года То, что на сегодняшний день делают наши ребята Пытаются сделать Сделан уже опытный образец Протестирован, уже отправлен В зону боевого соприкосновения Сейчас готовится уже второй вариант Более мощный И с большей дальностью Задача основная То есть, чтобы этот образец проходил По всем требованиям Минобороны И было уже запущено промышленное производство И надо дать им должное Сказать им большое спасибо Потому что все, что они делают Они направляют на фронт Направляют нашим ребятам Наша же задача, я думаю, что мы здесь Привлечем, в том числе и бизнес Помочь, сорганизовать Пройти вот этот первый, самый сложный этап Когда нужно собрать модели Протестировать, направить И уже после этого Уже начнется промышленное производство Под контракт Минобороны Ваша цель этого года И, может быть, следующего Это контракт с Министерством обороны Нашей страны Насколько это, скажем так Решаемая, нерешаемая для вас задача? Это решаемая задача То есть, мы съездили уже в Москву На полигон Встретились с людьми Полетали Но мы привозили 7-дюймовые Квадрокоптеры Но сейчас они не актуальны Для Министерства обороны То есть, они актуальны Для ребят, которые на передке Вот мы отвезли Они сказали Им нужны они Есть, востребованы они там А вот у Министерства обороны Другой взгляд на это Они заключают контракт Только на 10-дюймовые Которые способны нести 3 килограмма На дистанцию 10 километров С этой задачей Наши коптеры справляются То есть, нам нужно Сначала испытать на полигоне Эти условия Потом Выехать на ЛБС Совместно с боевыми операторами Испытать их на передке И тогда уже будет заключаться Контракт с Министерством обороны Я вижу, что Эта задача для нас выполнима То есть, и У нас отлаженный механизм поставки Комплектующий Логистика То есть, и я для себя вижу Что для нас эта задача выполнима Сейчас только Нужны финансы Чтобы осуществить это В случае получения контракта Здесь у нас появится Производственная база В городе или в республике В целом Это уже будет Полноценный такой конвейер И здесь будет И механизированная часть И какая-то вот Ручная Да, тут много будет Ручной работы Потому что Ручная сборка Частично будет Что-то автоматизировано Но это уже будет Поточное производство Которое будет Выпускать Не менее Шести тысяч штук В месяц Со мной вышли на связь Действующие операторы Спиритка Просят Именно вот Записали прям видео Просят дроны Еще обратились Другие ребята Которые Собираются туда Все просят дроны Вы не только для военных целей Ведете свои разработки Но я так понимаю Для промышленных Для сельскохозяйственных тоже Имеем на перспективу Мирные разработки Они будут применяться Для сельского хозяйства Для МЧС Для пожарников Глава города подчеркивает Что помогать такому делу Нужно сообща К примеру Рама из легкого и прочного металла Карбона Моторы для пропеллеров Микроэлектроника И прочая начинка Имеют значительную стоимость Уважаемые предприниматели Вновь напоминаем Что 16 и 17 мая На базе спору комплекса Имени Николая Генриховича Булакина Состоится большая выставка Сделано в Абакане Приглашаем каждого к участию Кроме того Редакция телеканала Абакан-24 Уже работает На следующем выпуске Программы Сделано в Абакане Подписывайтесь на наши соцсети Чтобы быть в курсе Увидимся Сделано в Абакане Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин